Первый юбилей после сотни, свой день рождения, отметил Матвей Фейст, один из старейших жителей области. Наверняка единственный, кто своими глазами видел батьку Махной, может в подробностях рассказать о гражданской войне, а еще о небывалых уловах на Волге и бесчисленных внуках. Приветственный адрес юбиляру направил губернатор Николай Меркушкин. О жизни полной истории в нашем сюжете. Телеграммы из Москвы областного центра Матвей Матвеевич сегодня снова в центре внимания. Как и пять лет назад, в день векового юбилея, пригубил шампанское. Чувствует себя, конечно, не на все сто, так и самому уже сто пять. Махнова помнит, он к ним в деревню заезжал, говорит, вот к нему все бегали. Продукт всем раздавал ребятишкам, он говорит, вот на тачанках заедут, мы все к нему бежим. Во время войны человеку с немецкой фамилией пришлось пережить репрессии. После лагеря 100-граммовый паёк выжил ради своей дочери, которую нашёл только после окончания Великой Отечественной. Когда немцам разрешили свободное поселение, приехал в Октябрьск, на берег Волги. Здесь и родилась его большая любовь к рыбалке. Сама на 50 килограмм мы поймали. А, видите, мы один раз как подъехали, я уже забил рыбу какая. Ну, большую. Большую, и сразу вытащили, доехали домой. Удочку не бросал до последнего, рыбачил и в 90-е. И даже после ещё продолжал работать на огороде. Последний урожай собрал к 100-летнему юбилею. В последние годы из дома выходит редко. Подвело зрение, но бодрость духа по-прежнему не даёт унывать. Окружают заботы и близкие люди. Когда приходишь к нему, и вот именно от его семьи, от него, от его сына ещё, который, знаете, вот бежит с утра и весь день практически здесь бывает. И от этой семьи исходит такой позитив. Шутит юбиляры про свой главный недостаток – пунктуальность. Ровно пять лет назад Матвей Матвеевич договорился с мэром встретиться на следующем юбилее. И как истинный немец исполнил обещание. Сегодня они снова ударили по рукам. Марина Низамова, Дмитрий Алатрацев, Новости губернии, Октябрьск.